Меня зовут Светлана, я из Славянска. Мы сейчас едем в Россию. Не знаем еще пока точно куда. А почему вы едете в Россию? Потому что у нас война просто. Нас бомбят каждый день. В общем, очень тяжело. Мы тем более живем недалеко от Семеновки. И все бомбежки, которые они все... Все это слышно. Все люди сидят в подвалах. Вчера ночевали мы в подвале. Кто бомбит? Армия украинская. То, что ополченцы бомбят, это, конечно, все вранье. Они не бомбят мирных жителей. Вчера поступила информация, что Порошенко выступал с речью президент Украины о том, что огонь будет прекращен. Это правда или сегодняшней ночью были слышны выстрелы? Во-первых, сегодняшней ночью было. Во-вторых, утром было сброшено с истребителей бомба. Это все нам видно. Мы это своими глазами видели. Это где-то в 5 утра было. И сегодня днем мы пошли в город, поскольку у нас же два дня назад выключили свет и выключили воду. То есть заправиться не могут автобусы, ничего не ходит. Нам, чтобы хотя бы дойти до города, надо было идти пешком через эти три моста там. В общем, далеко. И как раз когда мы шли, бомбили центр города. Там разбомбили жилой дом. Мы как раз проезжали, все это видели. Двое убитых было людей как раз сегодня, переулок Урицкого. Гражданских, конечно. Заправки не работают и не подвозится бензин. К нам вообще не подвозится. В Краматорске там так уже тоже заканчивается. Поэтому, чтобы заправиться, нужно ехать в Краматорск, там 60 километров заправляться и уже забирать. Но, говорю, очень мало такси ходит. Автобусы сегодня практически не ходили. То есть там было два Донецких и два Харьковских. Потому что люди либо так, либо так уезжают из города. Ничего не было. А в Донецке как приехали? Вот с другом друг нас подвез. До Краматорска мы доехали на такси, случайно вообще поймали. Я даже не знаю, таким чудом. А куда вы приезжаете в Россию? Пока не знаем. Мы в Ростов будем ехать, а дальше мы не знаем еще пока. Вы там с какого? Нет там. Никого нет? Просто едете? Ну да. Мы же думали, еще два дня назад, когда было и свет, и вода, мы думали, может быть, еще как-то это все утрясется. Мы надеялись, мы надеялись после инаугурации все-таки изменится ситуация. Ничего не изменилось, стало хуже. По два раза в день бомбят город. И причем начали, то они как-то по окраинам. Вот Семеновку, там Андреевку. Стали, да, сейчас стали бомбить по пожилым домам. Вот когда воды не стало, перебили водовод центральный, и по трем улицам целый день текла вода. Реки были. Ужас. А сейчас люди в речке моются, не поверите. Приходят на речку с мылом, с ведрами, и так вот. Скажите, как вот у вас дом на земле, вы закрыли? У нас дом, у нас там, у меня мама и папа там остались. Они живут недалеко в другом, да, там поселок Химик, недалеко. Будут смотреть как-то там же и животные. У нас через две улицы, улица Запорожская и Шверника, у знакомых разбомбили дом. Там, слава богу, не было никого в комнате, и они, да, и они остались живы. Куда они поедут? А сколько у вас в четверо есть? Вы и ваша дочь? В четверо мы едем, да. С ней кровь и с кровь? Выпускают, потому что только семьями. И мы хотели, возможно, без мужа ехать, но, опять-таки, Света нет, доверенность не сделаешь, ребенка не вывезешь. И все же, деваться некуда. Потом думаем, сейчас деньги закончатся, мы вообще не доедем никуда. Ситуация вообще безвыходная абсолютно. Там аптеки почти не работают, там нет элементарных лекарств каких-то успокоительных. Больницу разбомбили детскую, всех вывезли оттуда. Ну, в общем, никак. Если это продлится еще неделю, я не знаю, что там начнется. Это будет, я не знаю, голод и все остальное. Потому что есть же люди пожилые, они же, как? Наличка заканчивается, в банкоматы деньги не подвозят. Один банк работает, тот в центре добираться надо. В общем, никуда. Раз в десять пролетал над городом этот разведывательный самолет, вот этот двухместный. Потом в него из ПЗРК попали, сбили его, он там упал где-то, я не знаю. А по новостям сказали, что это с гуманитарной помощью был самолет. Какие новости сказали, украинские, российские? Украинские, конечно, украинские. Но мы уже не видели, это уже нам передавали знакомые, у кого свет есть. Потому что последние два дня мы даже новостей не видим. Бомбить продолжают еще более сильнее. Друзья, вот ваши друзья, знакомые, много кто уехал или есть все-таки те, которые остались? Очень много осталось людей, потому что я вот последнее время в интернете читала, что украинские новости говорят, что все уехали и как бы никому не навредят. Но есть люди, которым некуда ехать, у которых нет денег, у которых нет физической возможности там выехать, нет машины, уже никуда не уедешь. Мужчин очень плохо выпускают, если один мужчина едет, уже никуда ты не уедешь. Кто мог, те, конечно, выбрались. Но вот люди, там же все, что куплено, нажито, жалко бросать, потому что взламывают квартиры, вот знакомых говорили в доме, в подъезде взламывают, и живут потом, неизвестно кто. Люди уехали, а там уже живет кто-то. Неизвестно, можно ли будет вернуться туда. Сейчас вообще можно вот попасть в Славянск, в Семеновку или нет? Можно, одна дорога осталась через Андреевку, и то, если нет боевых действий, нет. И да, и только местных, они все проверяют прописку обязательно. И то, ну вот даже таксистов они всегда пускают. Если едешь с таксистом с местными, которые там, то они там сильно не придираются, вещи не проверяют, а так тяжело, конечно. Если заедете, то потом можно не выехать оттуда, и все. Очень тяжело, мы сами еле выбрались тут же.